Человек, который поставил страну на грань пропасти, по приказу которого были сбиты 7 летательных аппаратов, сейчас он говорит ПВО, а тогда он хвастался этим, я это прекрасно помню, как он хвастался тем, что его ПВОшники сбивают российские вертолеты, боевые и небоевые. То, что он на свободе, то, что он не только не амнистирован, что он еще и свободно ходит по земле, ну это просто нонсенс, я такого в истории не знаю. Нет, бывало в истории масса случаев, когда, чтобы погасить мятеж, вдохновители организаторов высылают за границу, ну типа или дают им сбежать за границу. Но я не знаю случаев, когда уже с высланной за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно и делает здесь свои дела, и никто на него не обращает внимания. Я понимаю, конечно, что у вас мозгов никогда особо не было, да и те пронюхали белым порошочком. Но вы фактически провоцируете следующие мятежи. Вы что думаете, на этом кончится? Вся армия вас ненавидит. Вся армия ненавидит Шойгу. Вся армия ненавидит Герасимова. Вы что думаете, господин Золотов, удравший из Москвы, остановит армию, если она пойдет на Москву? Если найдется, в этот раз не пошли, в значительной степени не поддержали, потому что господин Пригожин не пользуется в армии авторитетом. Крайне мере, у большинства военных. Он слишком много наговорил на армию. Причем не на конкретных лицах, а именно на армию, на всю целиком. Петушками, извините, его органы, его, как говорится, СМИ, называли армией регулярно. Всех вообще. А если это будет не другой человек? Если вы доведете ситуацию до края, и когда военные просто пойдут и скажут, ну хватит, надоело. Поразительно. Знаете, как напоминает, что вот выскочили в окна, а потом вернулись и делают вид, что все нормально. Продолжают праздничный банкет. Рецепты того, что необходимо сделать, я повторял много раз. Нам необходимо понять, что мы ведем большую тяжелую войну, и перестраивать государственный аппарат, а также персоналии, которые в этом государственном аппарате, иначе никак, под победу в данной войне. Договорничка не будет. И то, что смута не состоялась прямо сейчас, это очень большое счастье. Но если ничего не делать дальше, она неизбежно наступит и достаточно скоро, к сожалению. Что меня ни разу не радует. Ну что, перейдем, на самом деле, к вопросам. Разбирать там марши, ну, может быть, в рамках вопросов отвечу на какие-то моменты. Не раз говорю о том, что территория ДНР освобождается нерациональной. Была возможность год назад освободить полностью, зайдя в тыл Донецкой группировки ВСУ. На данный момент такая возможность сохранилась? Нет. На данный момент такой возможности нет. Весной, в феврале-марте 2022 года наши войска местами не встречали вообще противника. И могли продвигаться вперед, ну, как, теоретически могли продвигаться вперед, но нечем было закреплять пройденную территорию. В этом была проблема в значительной степени. Однако, если бы тогда не осаждали Мариуполь, а потому что генералы, которые приняли решение осаждать и штурмовать Мариуполь, мне стало, чтобы его блокировать и наступать на Днепропетровске, на коммуникации между Днепропетровском и Донецком. Или хотя бы на Запорожье. Вот если бы эти войска пошли в эту дыру, которая была после взятия Волновахи и Украины на этом направлении, то Донецк был бы освобожден еще тогда, весной. Им бы пришлось снимать оттуда войска, чтобы прикрыть Днепропетровск. По крайней мере, можно было взять Запорожье, и уж точно бы они оставили значительную часть Донбасса, чтобы прикрыть после этого возникшие дыры по фронте. Сейчас противник полностью отмобилизовался. Сейчас он обладает очень серьезным численным предмуществом живой силы и в количестве общевойсковых соединений над нашей армией. Мы сейчас наступать вообще нигде толком не можем. Любое сейчас наше наступление, даже в подбрюшье, условно говоря, на Запорожском направлении, выльется в такую же бойню, как произошла вокруг Солидара и Бахмута. Без успеха. Но у нас же сейчас и ударного корпуса нет. Евгений Викторович положил весь свой корпус практически, но с учетом раненых он потерял не меньше 40 тысяч человек при штурме. Он весь он положил в Бахмуте. Даже если его воссоздать, то это потребует значительного времени. А другого такого ударного корпуса в российской армии сейчас просто нет. Мы с трудом отбиваем атаки противника. Нет, сейчас это, к сожалению, нереально. Для того, чтобы снова проводить стратегические наступления на Украине, нам надо провести частичную новую мобилизацию, поставить под ружье уже где-то полмиллиона человек, потратить от полугода и более на обучение этих полумиллионов, на их снабжение, организацию. Причем не так, как это было сделано прошлой осенью, а намного более, лучше, эффективнее. Что с нынешними руководителями невозможно, опять же. И только после этого мы получим возможность проводить стратегические наступления на Украине и рассчитывать на их успех. Но рано или поздно это придется делать. А если это будет поздно, то, может быть, уже и не получится от слова совсем. Дальше. Отношения к Евкуру Алексееву после беседы с Гарсоном. Алексеева я знаю лично, знаю очень хорошо. Я старался, кстати, это не затрагивать никогда, потому что все-таки он фигура секретная, первый заместитель начальника ГРУГ ГШ. Это очень серьезная шишка. Он фактически всеми спецназами руководит. Но после того, как он засветился на телевидении и вывалилось очень много про него в интернет, ну, уже, в общем-то, особой секретности нет. Никакой вообще. Это человек, который курирует не только все подразделения ГРУГ ГШ, но и все ЧВК редут. И вообще все ЧВК, за исключением Вагнера, находятся на самом деле под его контролем. Да и сам Вагнер он создавал. Я старался этот вопрос не поднимать, но сейчас, после того, что произошло, я считаю, что Владимир Степанович полностью перечеркнул всю свою военную карьеру своим поведением во время мятежа. Потому что он никак ему не препятствовал. Сейчас он повел себя, я не знаю, как он себя повел. Сейчас он палец о палец, получается, не ударил, чтобы спасти страну от того, от чего она была на глазке. Наверное. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Может быть, он там сыграл серьезную роль за счет своего знакомства с Пригожиным в переговорах. Может быть, он его склонил к чему-то. Не знаю. Но публично это выглядело жалко. Если Владимир Степанович меня слышит, я это оцениваю именно так. Жалко это выглядело. Давайте будем прямо говорить. То, что я призываю к мобилизации, еще не значит, что я верю, что господин Шойгу сможет ее провести. Лучше, чем он проводил частично мобилизацию осенью прошлого года. Мало собрать людей. Надо их еще обучить, вооружить, одеть, обуть, накормить, обеспечить постоянным снабжением. По всей видимости, власти Российской Федерации, которые не желают переводить, опять же, экономику на военные рельсы, не уверены, что они смогут прокормить, обуть, одеть, вооружить и снабдить боеприпасами больше людей, чем у них уже есть. Может быть, поэтому. Вопрос только в другом, что с каждой неделей, с каждым месяцем проводить подобные мероприятия будет все сложнее, сложнее и сложнее. То, что легко можно было провести весной 22-го года, то, что со скрипом провели осенью 22-го года, и то, что есть сейчас, это совсем, как говорится, две большие разницы. Если, не дай бог, Пригожин добился бы своего, вероятно, он сдал бы Украине все эти четыре новых региона, а также Крым, судя по его риторике в отношении Украины. Да, сдал бы. Он же практически сделал свое программное заявление за полтора суток до начала мятежа. О том, что Россия ведет войну, которая ей не нужна, что Украина России не угрожала, и что вообще все было хорошо и замечательно, что фактически он признал, что мы, Российская Федерация, виновны в этой войне. Ну, а как это еще, кроме как предательством назвать? Да его заодно это надо было арестовать еще тогда, еще до мятежа. А если не арестовали даже за мятеж, что его надо было арестовать за дискредитацию своего, простите? Нет, все нормально, все хорошо. Велика ли, на ваш взгляд, вероятность повторения мятежа с его стороны? С учетом того, что Вагнер не расформирован, с учетом того, что ядро, скорее всего, даже не скорее всего, я точно знаю, что почти весь совет командиров, за исключением нескольких человек, которые не приняли участие в мятеже, находится в Беларуси. И это люди, которые, ну, может быть, преданы, это не то слово, но, по крайней мере, накрепко связанных с Пригожиным, нельзя исключать, что он будет иметь на них, как минимум, очень серьезное влияние, или полностью сохранить над ними контроль. Хотя, конечно, после того, что он сделал, там, это могут быть нюансы, но это не исключено. А раз это не исключено, значит, и повторение, вернее, не повторение ситуации, а использование Вагнера в будущем для действий на политическом поле Российской Федерации, не исключено. Скажем, вот так вот. Там могут быть совершенно разные варианты. Но не исключено. Потому что, извините, если ружье висит на стене, заряженное, рано или поздно оно все равно выстрелит. Оно уже один раз выстрелило, его повесили обратно на стену и снова зарядили. Это, конечно, выстрелит. С высокой вероятностью. Если его на переплавку не отправят вовремя. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар та поширюйте цю информацию.